Всех приветствую на моем канале. Американский автомобильный дизайнер представил свое видение того, как могла выглядеть российская Lada 4, также известная как Samara, выпускайся бы она сегодня. Напомню, что Samara были сняты с производства в 2013 году, уступив место более доступной и современной Гранте. В последние годы производства семейство автомобилей было представлено хэтчбеком ВАЗ-2114 и седаном ВАЗ-2115. Дизайнер, впрочем, взял за основу своего проекта максимально классический трехдверный вариант рестайлинговой Samara ВАЗ-2113, также известный как Тренашка. Он кардинально переработал экстерьер автомобиля, добавились традиционные для современных моделей автоваза X-образные выштамповки по бокам. Передок автомобиля изменился до неузнаваемости, передняя часть получила фактически отрицательный наклон, что сделало внешний вид автомобиля крайне агрессивным. Новая модель девятки получила интегрированный в кузов передний бампер. Передние фары стали узкими и светодиодными, а решетка радиатора получила сетчатую структуру. Катафоты поворотников переехали в корпуса зеркал. Как итог, новая четырка представляет собой спортивный трехдверный хэтчбек. Технически новый автомобиль может быть построен на платформе Lada Granta, ведь платформа Lada Granta является эволюцией платформы девятки, разработанной в конце 80-х годов. Конечно, она достаточно сильно морально устарела. В первую очередь недостатком является отсутствие подрамника, в результате чего крепление агрегатов непосредственно к кузову приводит к появлению многочисленных вибраций. В то же время на данной платформе можно создать максимально бюджетные автомобили, стоимость которых будет ниже, чем бюджетный B0 от Renault. А цена все еще является определяющим фактором выбора автомобиля в России, особенно на фоне эпидемии, кризиса и падения курса рубля. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России, с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. В качестве основы для создания интерьера новой четырки стоило бы взять самый первый вариант низкой передней панели, так как она выглядит наиболее лаконичной и винтажной, особенно в коричневых тонах, как на самых первых восьмерках и девятках из 80-х годов. В то же время новая четырка вполне могла бы получить и современные опции. Так, несмотря на руль классической форме, в него будет встроена подушка безопасности водителя, а под классическим квадратом-козырьком щитка будет располагаться полностью цифровая современная приборная панель, внешний вид которой водитель сможет настраивать самостоятельно. Запуск двигателя будет производиться с помощью кнопки. На пустом пространстве поверх центральной консоли может расположиться экран современной мультимедийной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто, которые будут поддерживать в том числе и голосовое управление. Управление климатической установкой будет выполняться по-современному через сенсорную панель на центральной консоли. Стоит отметить, что ранее серийные Самары никогда не оснащались полноценной климатической установкой с кондиционером. Также новую Самару могли бы оснастить регулируемым по высоте водительским сидением, а рулевая колонка должна получить регулировку в двух плоскостях. Рулежка новой Самары должна стать гораздо более комфортной благодаря появлению электроусилителя рулевого управления. Кроме того, новая четверка должна получить такие средства активной безопасности, как АБС и ЕСП. Если бы новая четверка пошла бы в серию, она должна была получить многочисленные технические улучшения относительно своего предшественника, которые переключивали бы на нее напрямую с Лады Гранты. В первую очередь новая ВАЗ-2114 должна получить усиленный кузов, способный выдержать ДТП. В то же время, более жесткий кузов позволит улучшить управляемость, а также снизить уровень шума. Известно, что многие владельцы Тренашек и Четырок устанавливали распорку под капотом, чтобы хоть как-то компенсировать недостаточную жесткость кузова своего автомобиля. Это становилось одним из основных видов тюнинга Самары. Другой отличительной чертой новой Самары мог бы стать изначально низкий с завода дорожный просвет, ведь практичность для такого автомобиля явно не стояла бы на первом месте. Главное здесь имиджевая составляющая, а также хорошая управляемость на асфальте, ведь занижение Самар также является одним из самых популярных видов тюнинга этих автомобилей. Заводской дорожный просвет новой Самары должен составлять приблизительно 13 см. В качестве двигателя новая Четырка может получить мотор 1.8, форсированный до 145 л.с. от Lada Vesta Sport в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач Renault. Более слабый ВАЗовский двигатель устанавливает нецелесообразно, так как потенциальная аудитория видит в этом автомобиле в первую очередь доступный спорткар или, правильнее сказать, hot hatch. Несмотря на усиленный кузов, новая Самара все равно будет легче Lada Vesta, приблизительно на 150-200 кг. Если Vesta с такой силовой установкой разгоняется до сотни за 9,6 секунд, то новая Самара сможет это сделать за 8,5 секунд, что весьма быстро. Автомобиль должен получить дисковые тормоза увеличенного диаметра как спереди, так и сзади. Это необходимо, чтобы сбалансировать высокую мощность мотора и хорошую динамику. В качестве подвески будет использоваться Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Благодаря спортивным амортизаторам и низкому клиренсу, новая Самара должна обладать очень хорошей управляемостью. В то же время плавностью хода в данном конкретном случае можно и пожертвовать, так как она малоинтересна потенциальной аудитории подобного автомобиля. В случае запуска новой модели в серию, ее стоимость приблизительно будет на 250-300 тысяч дешевле, чем у Lada Vesta Sport. Иначе говоря, она будет находиться на уровне 700-800 тысяч рублей, что весьма неплохо для имиджевого автомобиля. Кроме того, за подобные деньги ни один конкурент не способен предложить автомобили с похожей динамикой. Фактически это было бы уникальное предложение на рынке. Новая 4 могла бы стать по-настоящему народным спортивным автомобилем, в отличие от Vesta Sport, который из-за высокой цены продается очень плохо. Напишите пожалуйста в комментариях, готовы ли вы купить себе Lada 4 нового поколения. А также поддержите меня, поставив этому видео лайк, подписавшись на мой канал и нажав на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео. И помните, только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все, огромное вам спасибо за просмотр, удачи и пока!